Как же все-таки правильно носить георгиевскую ленту? Никак! Никак, блять, ее не надо носить! Одно дело, что вы ее не заслужили, а другое, что эта символика имеет такое же отношение к Великой Отечественной войне, как Евгения Васильева к тюремному сроку. Начнем с того, что лента не георгиевская, а очень даже гвардейская. Георгиевскую ленту учредила Екатерина II во времена Российской империи, а, как известно, в Советском Союзе боролись с империализмом, и все награды того времени отменили. Стало быть, как может империалистическая символика быть символом победы СССР во Второй мировой войне? Георгиевская ленточка – это акция, проводящаяся с 2005 года, приуроченная к 60-летию Победы. Цель ее была создание символики и поднятие патриотизма в стране. Только вдумайтесь, как иронично, что главный символ Победы был придуман только 10 лет назад на 60-летие Победы. Если вы спросите о моем мнении по поводу 9 мая, то меня этот праздник очень сильно раздражает своей неискренностью и лицемерием. Я вообще не понимаю, почему в этот день все радуются и веселятся. Да, советские воины победили нацистскую Германию, но какой ценой? Погибло 30 миллионов человек. Я думаю, что в этот день нужно приспускать флаги и пускать документальные фильмы в эфир, но никак не веселиться и обвязываться надуманной символикой. Георгиевская ленточка и вообще весь этот карнавал вокруг 9 мая – это не что иное, как элемент общественной пропаганды для того, чтобы превращать быдло в ура патриотов. Что еще иронично, так это то, что в постановлении самой акции 2005 года написано, что Георгиевскую ленточку нельзя использовать для продвижения товаров. Нельзя использовать ее как сопутствующий товар или в оформлении упаковки. Что мы видим теперь, думаю, напоминать не стоит. Также в постановлении акции написано, что использование Георгиевской ленточки в политических целях любыми партиями или движениями недопустимо. Сейчас же организатором этой акции в основном выступает Единая Россия и, соответственно, весь этот фарс пропитан пропутинскими настроениями. На этом у меня все, ребята. Отправляйтесь писать спасибо деду за победу на своей стене ВКонтакте, ведь это именно то место, где ветеран увидит ваше поздравление. А я пойду сижу свои положенные 15 суток. У нас ведь теперь за любое дерьмо можно сесть. Да, ребята? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...